Мир Звездных Войн Я хочу рассказать вам не о девушках из видеоигр, а о киношных героинях. Итак, с вами СтопГеймРу, Катерина Краснопольская, и вы смотрите видео про Падмой Амидалу и Лею Органу. Да, ключевых героинь в киносаге всего две, но им обеим отведена немаловажная роль в каждой трилогии. Начну я с Падмой Амидалы. Некогда девушка была королевой планеты Набу, затем стала сенатором и тайной женой Энакина Скайуокера. Падма – один из важных персонажей саги, ведь именно желание спасти ее от смерти стало поворотным моментом для перехода Энакина на темную сторону. Сама Падма не приняла его выбор, но даже на смертном одре продолжала верить в мужа и считала, что в нем осталось добро. В конечном итоге она все-таки оказалась права. Но перенесемся немного назад во времени, в ту пору, когда Падма была еще девочкой. Она стала королевой в 14 лет и, несмотря на свой юный возраст, была очень умна и рассудительна, хотя временами была и наивной. Власть не развратила ее, напротив, она самоотверженно любила свой народ. Падма верна идеалам демократии и, в общем-то, является пацифистом, полагаясь на дипломатию для решения разногласий. Однако девушка не пренебрегает и методом агрессивных переговоров, исключительно в целях сохранения демократии, конечно. Ранняя политическая карьера держала Падма в строгости. Она старалась поступать так, как требует долг, а не так, как велят ей чувства. Ее воля и самоограничения прошли тяжелые испытания после того, как девушка влюбилась в Энакина. Сначала Падма не хотела ставить их общее будущее под угрозу. Но любовь оказалась сильнее, и в итоге наша героиня стала тайной женой Скайуокера. Но и после свадьбы девушка стремилась держать отношения с Энакином в секрете, чтобы защитить возлюбленного от изгнания из Ордена Джедаев. На прослушивание на роль юной королевы пришло более 200 актрис. Лукас искал молодую сильную девушку в лучших традициях принцессы Леи, о которой речь пойдет чуть дальше. Все эти черты, по мнению режиссера, воплотила в себе 16-летняя Натали Портман, и ее было решено взять на роль. Для Падмы был создан огромный разнообразный гардероб, многие костюмы которого были вдохновлены реально существовавшей модой разных эпох и культур. Например, платье, которое надела Падма при первой встрече с Энакином и Оби-Ваном в Атаке клонов, шито под влиянием моды времен Елизаветы I. А колье и головной убор при этом вносят в наряд элементы африканского стиля. Другое платье Падмы из того же эпизода базируется уже на русской моде. Если конкретнее, на фотографии великой княгини Ксении Александровны, спроходившего в 1903 году костюмированного Бала Романовых. Падма прожила всего 27 лет. Приняв тот факт, что ее возлюбленный перешел на темную сторону, она потеряла волю к жизни и умерла, успев прежде родить двойняшек. Так мы подобрались к следующей героине, принцессе Леи Органе, дочери Энакина и Падме. После того, как мать близнецов умерла при родах, Лея в целях безопасности была разлучена с братом Люком. Девочку удочерили Бейл Органа и королева Бреха, которой сделали ее принцессой планеты Альдераан. В конце концов, Лея стала сенатором Имперского конгресса, но при этом всячески поддерживала повстанцев и являлась ключевым членом Альянса за восстановление республики. В первых двух фильмах оригинальной трилогии «Новая надежда» и «Империя» наносят ответ на удар. Лея не особенно активна как персонаж, но уже тогда твердо демонстрирует свои лидерские и боевые качества, умело обращается с оружием. Девушка много работала, помогая повстанцам, что требовало особой решительности и смелости. Даже будучи заложницей Дарта Вейдера, она не теряла самообладание. А как она разделалась в возвращении джедая с пленившим ее Джаббой Хатом, задушив его собственными цепями? Чистой воды в Ариор Гелл, который удалось обратить символ рабства и угнетения в свою пользу. Именно тогда произошло полноценное становление Леи в настоящую деву-воительницу. Но нельзя не сказать, что благодаря золотому бикини, в котором Лея щеголяла в сцене с Джаббой, девушка вдобавок ко всему стала предметом фантазии миллионов мужчин. Такой откровенный наряд был вдохновлен иллюстрациями художника Фрэнка Фрозетте. Изначально Лукас вообще хотел снимать актрису с обнаженной грудью, но потом решил, что фильм нужно сделать более семейным. Затем образ Леи-рабыни должен был стать более закрытым и пестрым. По эскизам девушка должна была носить некое подобие шаровар и полупрозрачный плащ. В остальных эпизодах трилогии Лея носила белые одежды, скрывающие фигуру. Их цвет должен был подчеркнуть принадлежность принцессы, во-первых, к светлой стороне, а во-вторых, к футуристичному индустриальному миру, где преобладает стерильная чистота и металлические нотки. А хитроумная прическа Леи, известная в англоязычных странах под названием «Синамон Банк», что значит «булочка с корицей», была придумана Джорджем Лукасом вовсе не в честь этого лакомства, а под влиянием образов мексиканских революционерок на рубеже XIX и XX веков. Свою внешность Леи подарила актриса Кэрри Фишер, для которой роль отважной принцессы так и осталась самой крупной в кинокарьере. Стоит еще отметить, что на образ Леи, как и на образ Падме, чего уж тут скрывать, оказала влияние Дэйл Арден, персонаж из фантастической франшизы Флэш Гордон, включающую в себя комиксы, сериалы и фильм. На момент событий «Новой надежды» Леи было всего 19 лет. Однако по первоначальной задумке принцесса должна была быть еще моложе, в набросках ей было 14. Не сразу героиня стала и органой. По черновикам девушка пару раз меняла фамилии, имела несколько родных братьев, ни один из которых не был Люком, но всегда оставалась принцессой. Изначально Леи вообще не очень везло, она должна была часто появляться в кадре избитой и даже изнасилованной. В сцене допроса, судя по черновикам, принцессу раздевали по пояс и пытали, а Люк и Хан Соло спасали ее. До итогового результата, слава богам, такой сценарий не дожил, так как Лукас одумался и решил, как я уже говорила раньше, снять семейный фильм. А Лея таким образом запомнилась нам не своей слабостью, а своей сообразительностью и решительностью. Именно Лея на собственном примере показала, что принцесса не обязательно должна пассивно ждать своего героя, а сама может отправиться спасать любимого. Что она и сделала, когда Хан Соло оказался в плену Джаббы Хатта. Девушка стала чуть ли не первой широкоизвестной девой-воительницей научной фантастики. А ее образ популяризовал типаж отважных героинь, который во всей красе проявил себя в дальнейшем. Вспомните Эллен Рипли, Тринити, Сару Коннор. Да что там говорить, трансформация коснулась даже диснеевских принцесс. Совпадение это или нет, но далее и были робкие и ожидающие принца Белоснежка, Золушка, Аврора, после решительные Жасмин, Покахонтас, Мулан. И хоть сейчас я говорю непосредственно о кинофильмах, не могу не упомянуть, что Лея появилась как играбельный персонаж в недавней Star Wars Battlefront. В сетевом шутере девушка своими способностями поддерживает и защищает сопартийцев. Обыграна в Battlefront и меткость принцессы. Она может делать мощный одиночный выстрел, получивший название «Погибель штурмовиков». На этом мой рассказ о двух героинях киносаги «Звездные войны» подошел к концу. Оставляйте свои комментарии, пишите, хотели ли бы вы увидеть подобный материал о других персонажах из фильмов или видеоигр. В общем, жду обратной связи. С вами была Катерина Краснопольская. До скорых встреч на stopgame.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова